всем привет это наш первый день в чебоксарах как я здесь оказался зачем я сюда приехал прямо сейчас расскажу вообще мы приехали сюда чтобы изучить ситуацию на местном авторынке и в первую очередь мы как раз таки отправимся на авторынок который до сих пор здесь сохранился в традиционном виде с перекупщиками и для меня это на самом деле удивительно по словам местных жителей там стоит около 1000 автомобилей в одном месте как они до сих пор выживают в современном мире где есть автоброкеры сейчас узнаем вот он сам рынок машины стоят в ряд также лежат ценники информация машины целом видно что машины все стоят подготовленные здесь единственное что смущает вот такие вот вагонщики странные в которой если честно страшно даже заходить ну машин 200 здесь я думаю можно насчитать при том в начале они стоят так аккуратно в ряд а потом начинается какой-то разброс то есть в хаотичном порядке дорогих автомобилей здесь тоже нет максимум вот что встречаются это старые крузаки mercedes и цешки возможно свежие nissan x-trel я здесь где-то видел но эта площадка с автомобилями с пробегом одного из официальных дилеров вот можем здесь посмотреть то что машину здесь конечно поменьше и народу тоже здесь поменьше но в целом примерно все то же самое есть ценники со всей информации есть у нас здесь дополнительные какие-то листки и есть вот такой вот перечень того что сделано с автомобилем ну что это наш второй день вчера поездив по рынкам и по нескольким участникам мы можно сказать немножко ужаснулись на рынке перекупщики нам вообще предлагали купить автомобиль по пустому дакал договору с якобы подписями предыдущего владельца естественно это юридически очень страшно и риски просто не оправданы осмотрев автомобили участников мы там увидели очень подозрительные сомнительные автомобили по документам и по состоянию например мы осматривали автомобиль с кого которого был удар когда-то давно в ходовую часть и очень много вопросов и подозрений вызвала геометрия кузова этого автомобиля конечно можно было нанять подборщиков загнать эти автомобили в сервис и посмотреть их там но это все отдельное время наверное несколько дней и отдельные деньги чтобы всех как-то скоординировать в одно время в одном месте это очень неудобно и очень проблематично но мы все-таки нашли интересный автомобиль какой и где прямо сейчас узнаете сейчас как бы возвращаясь к вопросу о том что можно нанять подборщиков заехать в сервис и зачем это все делать если можно уже купить проверенный автомобиль в одном месте в нашем случае это автоброкер next авто сейчас очень хочется им верить давайте проверим автомобиль который мы выбрали и посмотрим как получится его купить вообще площадка автоброкера next авто считается самой крупной крытой площадкой с автомобилями с пробегом в чебоксарах наш автомобиль который мы подобрали мы нашли на сайте автоброкер клуб там есть объявление мы его нашли осмотрели он нам по всем параметрам подходит вот сейчас приехали его смотреть и посмотрим насколько же это объявление соответствует действительности по входным данным сайта автомобиль весь в родном заводском окрасе с одним собственником так ну вот ко мне вышел дмитрий это руководитель отдела продаж next авто сейчас он мне покажет этот автомобиль по заявленным данным я уже сказал что машина восемнадцатого года с одним хозяином да и он весь в заводском окрасе ну то есть в состоянии в принципе не дает сомневаться но вот хотелось бы еще уточнить машина полностью заводском окрасе есть небольшие следы эксплуатации там пятенка на капоте на водительской двери но это устраняет машина купленного официального дилера именно у нас в баксарах ездила здесь же пробег у меня напомню 33 тысячи километров пройдено 2 2 официального дилера пробег настоящего как подтверждается история обслуживания ну да на 25 последнюю этого двадцатом году дмитрий но осталось нам только прокатиться чтобы полностью состояние понимать по ходовой по коробке по двигателю по павильону можно у вас сделать здесь ездит абсолютно ну да чувствуется что сбитый достаточно по ходовой части так хорошо а как у вас происходит оформление мы с вами подписан договор купли-продажи также мы вам прикладываем агентский договор который заключен с владельцем в прошлом этого автомобиля полный комплект документов а вы гарантии юридической частоты даете юридической частоты прописано вы вы приобретаете автомобиль который точно свободен от обременений если даже автомобиль каким-то образом не встанет на учет на то есть получит отказ в установке на учет мы его были вынуждены вернуть принять обратно три договора один лично на руках я отметил ваш лугу написано копия агентского заверена с предыдущим собственником этого гаи пойдет и это тоже в гаи пойдет уже который мы заключили ну что вот мы и добрались до самары она нас встречает вот такой погодой снегопадом метелью но нам все нипочем потому что мы сюда приехали на практически новом кроссовере митсубиши аутлендер который вы все уже прекрасно знаете давайте пару слов о нем купили мы этот автомобиль за 1 миллион триста тысяч рублей так для чего же вот сейчас я отвечу на этот вопрос я думаю уже многие им задались для того чтобы приехать самару выставить его здесь на продажу в авто брокере автоцель и показать что то что через авто брокеров машину можно продать куда выгоднее безопасней и быстрее неужели вам хочется отвечать на какие-то звонки выставлять самому объявление тем более платить за него общаться с сомнительными личностями ездить его показывать не знаю сколько раз когда за вас это могут сделать менеджеры вот в нашем случае в авто брокере автоцель поэтому я сюда собственно и приехал виталий здравствуйте еще раз добрый день алексей созванивались с вами вот пригнал вам целенаправленно комиссию этот аутлендер в автоцель напомните об условиях и как вообще это сейчас будет происходить смотрите алексей сейчас осматриваем автомобиль составляем акт осмотра то есть повреждение все фиксируем лак красочное покрытие по условиям машина находится у нас на площадке мы ее максимально рекламируем и всегда автомобиль закрытый под видеонаблюдением под охраной территорию площадки не пока не покидает стоимость услуги мы берем две с половиной тысячи рублей за рекламу то есть стоянка у нас абсолютно бесплатные единственное мы берем деньги за размещение на интернет-ресурс ну вот все наш аутлендер выезжает продаваться его поставили на интернет-ресурс в первый ряд все документы я оставил в офисе ну все поехал наш красавец продаваться на этом я думаю нашу серию можно завершать напишите в комментариях как думаете за сколько у нас получится продать этот аутлендер мы вам озвучим цену за сколько у нас получится его продать в следующем видео ну и в следующих сериях вас ждут новые города новые автоброкеры и естественно новые автомобили так что не переключайтесь и подписывайтесь пока